Вот здесь, между двумя деревьями, это две груши. Мы переходим на тему груш. Закопана большая яма с отходами. Как они растут благодаря им. Господи, мы всей страной, всей планетой уничтожаем плодородие. Вы помните, как обедленно нарастает гумус. Помните про сантиметры за сто или тысячу лет. Где-то ужас что творится. У нас нет ни в верхах, ни среди президентов, премьер-министров, диктаторов или вот этих всенародно избранных, или настоящих демократических выборов, где ни один голос не украден. Все честно. Нет, не доходят туда. Селекция не та. Люди, которые это понимают. Ведь так легко заставить людей бить в башку, начиная вот с этого возраста, как Тимоша. Вот. Пищевые отходы сюда, банки сюда, склянки сюда, бумагу сюда. Вот. И все это, кроме стекла и пластика, вот тут превращается в это. Клянусь Богом, что я до вчерашнего дня все вывозил туда, в деревню. Вот. Я плачу за эту машину с мусором, которая это собирает. Я плачу регулярно. Моторое доказывать бесполезно. Вот. Сельчанов заставляют платить, потому что иначе мало электричества отключим. По деревне мусорка ездит. Вот. Вот что нам надо. Вот. Есть еще, правда, Андрей Туманов тоже вывозит. Рассказывал. Красиво. Молодец. Вот. Депутат Госдумы. Ну, примите такой закон, а, Андрей Туманов. Так. Ну, еще полчасика, и мы свободны. Приходим чисто к грушам. Обещанным. Прививка центральной проводнии груши. Уважаемый, второй год. Для испытания годится. Для снижения, так называемого, это самое, размера кроны годится. То, что многие любят. Испытывайте. Переплевайте. Если вы испытатель. Нормально у всех лучше к дереву не подходить. Это тоже. Даже вот это ослабляет дерево. Даже это. Что там написано? Лада. Да, Лада. Вот. Вот это дерево, оно было... Сейчас я не скажу. Скорее, что пересажено. Но это ладно. Раз пересажено, значит, здесь отрезал. Раз я здесь отрезал, оно здесь... Это же боковая ветка была распривита, правильно? Значит, ну, в этом случае получается, что очень многие груш имеют вот такую форму боковых веток. Специфическая, как брекер. Специфическая. Вот. И все они подлежат уничтожению. Вот вплоть до этой. Значит, смотрите, наперёд. Видите? Такой случай. Две верхние ветки. Это ветки груш. Особенно груш касается. Поэтому я на них пристал к ним. Значит, когда такое случается, когда эта ветка должна быть боковая от природы, но мы вжимили её, почку, сделали её нормальной, обрезали центральный проводник при пересадке, не ошиблись. Это я или Сергей. Вот. Получилось в разные стороны нормальный скелет, но он нормальный только частично. Заметьте, самое главное, что... Самый мощный оказались вот эти две. В таких случаях говорят, одна, да, это замечательно. Вот она пошла. Так. Или это. Вот она пошла. Тогда получается, или здесь делаем страшную рану, или здесь делаем страшную рану. А так они, в принципе, одинаковые. По размеру. Какую предпочтение. Даже я сходу бы не сказал. Я вам приготовил вот такую сюрприз, чтобы вы поняли, что обрезка в таком виде опасна. Почему? Потому что уже дерево вот сюда, мороз пошел, и уже все, это будет неполноценно. А потом черные листья, а потом дорогая редакция. Это значит болезнь всех сайтов. Дорогая редакция. У меня на груши, именно на груши, листья почернели. Дерево искалечено, оно должно чернеть. Они по-разному. Когда у нее багряного цвета груша, когда она уходит на покой, на зиму. А когда искалечено, оно просто чернеет. Тут же называют это болезнью. Подбирают из десятка, на двух щеках, какое-то близкое название. Потом рекомендуют бежать в магазин. Ладно, за пол-литра, это еще не так обидно. А то и бежать за этими самыми, за этими химикатами, и давай прыскать. А ему ваше прыскание по барабану. Почему? Потому что, когда человек вот такой случается, вот он имеет грушу, эти ветки, вот эта толстая, эти две, они полноценные. Их можно, в принципе, оставить умереть. Канатом связал, да хрен бы с ним, пусть так и растет. Пусть тут ветки пересекаются. Это туда, это туда. Плевать на все. Это первый самый процесс. А оставьте их в покое. Тогда скажем, ху, ну хорошо. Еще, а, кстати, варианты. Отрезать здесь, сделать или эту, или эту. Второстепенно и легко. Оставим 3-4 почки, и они сильно отстанут росте. Получится очередной ярус. А вторая, это нормальная, а эта подрезанная. И вот эта ветка, вот этот клочок, переходит не вот так вот, как здесь, грубо, а вот этот кусочек бы стал второстепенным. Или у меня есть фотографии, не нашел, так бывает. Вот, или потерял. Вот здесь у меня прививка. Вот здесь отрезана и привезла. Испытать можно, не просто отрезать. А зачем? А прививка, она уже не догонит вот этого. Никогда. То есть, она уже на разлом так сильно не пойдет. Она, та же мелкие ветки, 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 у прививки будут. Или просто уагризка, когда отрезки. Видите, как просто. Сделаем ее второстепенно. Или оставляем обе, обматываем. И еще нам говорят, караул. И ведь, знаете, иногда правы. Вот эти ветки плохо плодоносят. На них будут плоды. Груши. Будут, это я вам гарантирую. Но, они будут не так, как бы, как на мощной ветке. И вот это вот полагается, с точки зрения этих садистов, этих ведьм, тиреофей, они все обречены. Они все должны быть уничтожены. Вот так. До сюда. Плюс уничтожена одна из двух. Нет. Куда она делать? Одна. Вот уничтожена. Вот эти уничтожены. Вот они. Видите? И вот это продолжение. А потом вспомните того, этого самого Херсонца. Что натворил? Вот то, что здесь было бы с Групшими. А пусть он говорил про абрикосы, но нас почему-то забывает говорить. Только абрикосы. не только ябрикосы. У нас все касается. Итак, вот это было бы уничтожено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот это было бы вот так на кольцо отрезано. Итого 11 ран на кольцо. Вообще страшное. Но я бы еще сказал, вот так хотя бы отрезать. Ну, хотя бы вот так. Хотя бы. А лучше все оставить, как есть. Почему? Потому что вот эти ветки кормят корни. Изувечив все, изувечив все. От корней идет сок. Раны, кругом раны, кругом болезни, кругом грибы. И вот она пробивается, этот сок, сюда, сюда, сюда. Вот тут это должно вообще-то быть. Потому что это все единое, целое. Вот. А отрезок, как у себя, тут, 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 тут. А еще тут одну из двух. Конкурент. А это уже как бы приговор. Вот. Короткую жизнь мучается, лечат их. А потом говорят, а у меня же на грушах пита не бывает. Пару случаев из тысяч за это. За все годы я ее специально вам приготовил. Понятно, да? А надеюсь, вы это поняли. Вот. Естественная рана. Здесь просто отвалилась ветка. Отвалилась. Не помню. Может, это был тяжелый снег. Может, это был урожай. У меня две упало. Одна от урожая, одна от этого. Вот. И ничего не делал. Вот. С река, она когда была маленькая ранка, я ее замазал. Эту маленькую. Но дерево росло, рана росла, помирать не собралось. Вот. Как ее было залечить? Да, пускай живет. До сих пор живет. Вот. Черенки. Здесь в основном черенки грушевые. Вот она, груша. Лесная груша. Вот. Тут много чего есть. Так вот. Хранение черенков. Еще раз. Покажу. Вот он. В подвале. Вот таким образом. У меня толстые мешочки не пропускают воду и не пропускают воздух. Хранение. Вот температура около нуля. Ближе к весне температура поднимается. Первыми просыпаются черешни. Познание цветочек почки в абрикосах. Уже могут в марте. Торопись, торопись. Покупай живопись. Помните? Короче, постарайтесь сейчас брать. Не ждать пока они проснутся у меня или в дороге. Вот. А это был самый большой мой заказ. Нет. Нет. Самый большой заказ из двух тысяченков. Это был тот самый знаменитый сад НПО. сад и огород Россия. Когда-то был раб. Сейчас Россия крупнейший питомник. Хотели сделать особый селекционный участок два гектара. Пригласили меня в участок. Степанов умер. Черенками работают другие люди. Отчитываться не собираются. одиннадцатый раз Кухтарский позвонил и сказал с вашим черенком растерили шедевры. Позже подробнее. Или запретили ему. Но еще раз это лучше черенки на всей планете. Почему? Потому что кроме качества вот этого прироста последнего года длинных веток кроме этого они еще обладают невероятной морознойкостью. Уже черенки. Если вы скажете что вот лесная красавица допустим срезанная ветка с лесной красавицы в Парижу и у меня в момент сорократных морозов обладает одинаковой морознойкостью. Я готов голову на плаху положить и сказать отрубите если я не прав. Мои морознойкости на 10 градусов. А почему я вспомнил пришло письмо у меня заказа приличный заказ был в том числе было заказано 20 укромных семечек 20 черенков груш нарядные филова и второй я забыл какой 20 черенков человек должен заплатить за них немалую деньги 3000 потом он мне написал извините я отказываюсь от заказа семена беру а черенки нет наш воронежский университет мне черенки даром дает логично 3000 выкидывать нелогично но есть все для того что я сказал что я скажу что я скажу если я прав то ему даром дают то что даром не надо так идем дальше это фотографии каждый раз когда я про груши говорю я показываю вот это страшная фотография человек купил уже в таком виде черенки ой саженцы это работа не самого который неграмотный или там не обязан а прямо при нем чик-чик-чик на рынке а поотрезали все к чертой матери вот он уже заплатил начали вместо того чтобы верхушку отрезать и оставить все эти ветки сделали существенный оборот вручили ему страшную инвалида страшную коллегу это наша действительность еще одна прививка мы все про груши говорим это прививка груши в центральный проводник неплохой вариант быстрое плодоношение вот в какой-то степени может снизить размер дерева вот делюсь чем имею вот это вот лада привита в крону нарядные филмы я думал окраситься не нарядные филмы красные плоды никакого влияния не получилось ветка плодоносила так дала маленький побег продолжение и вот так на следующий год она опять заплодоносила это тоже самое дерево от него снарядные филмы я уже брал черенки вот они видите это уже когда черенок отрезаешь получаешь вот такой веник еще год можно резать потом еще год я резал резал значит вот это уже вы видите последний раз потому что третий год был урожай но ветка умерла это скелетная ветка третий этаж вот она а сама нарядная фирма у меня просто погибла когда счет отрезанных веток пошел на сотни она погибла а та огромная которая помните невероятно феноменальная нарядная фирма с красными плодами я рассказывал как анекдот бирка потерялась и я бы тоже ее уничтожил и не знал бы ее потенциальных возможностей а может быть кто-то бирку потерял это как божественная что нельзя всегда бесконечно калечить и продавать вот теперь вот эта вот лада который первый и последний изумительный штамп приезжал ко мне Стивлин главный редактор красивой газеты Сады Сибири вот я годом раньше он приезжал я ее скалечил на его глазах фотографии делали вот на этом моя дуга скончилась но она не погибла хотя я сейчас считаю что это прижать что было с моей стороны вот тут молоденькие побежки размером полспички я своими руками уничтожил выковыривал вот но она оставила вот такую крону она выжила быстро заплодносила это всегда когда калечишь бассейн-жей получаешь вот а ветка была взята отсюда вот отсюда вот с этого скелета вот это наверное это лада вот это вот это лада вот а вот это она лада проходит время она становится вот такой и я сразу а кушать и хочется ведь понимаете что творилось это даже в стране нифрена то и не было вот я тогда прикинул о нет политику не буду смотрите буквально через пару лет после этого а уже начал здесь брать обратите внимание видите черенки отрезал вот тут отрезал вот тут отрезал вот вот отрезал вот вот отрезал я уже брал черенки потому что с этого начиналось дерево вот отсюда то есть скелетная прививка это начало скелетная она погибает но уже есть молодое дерево я уже беру с нее ветки но дерево помирать не собирается я его превращаю в маточное дерево вот так выглядит маточное дерево они не рассчитаны на большие урожаи урожаи всегда были маленькие или средние но когда приезжала телевидение они почему-то всегда удивлялись вкусные обыкновенные само собой вот и для них это было чудо ну висит на таком дереве полсотни груш крупных и уже чудо а это это самое с Украиной мне надо было настоящее чудо но дерево было обречено вот эти ветки я каждый год отрезал по 50 по 70 штук прошли еще годы вот и вот это вот я для чего изобретатель обраски на кольцо ему может быть тысячу лет а может быть десять тысячи лет ведь к нам оно шло с самых югов у Петра Первого еще кто-то там Иван какой-нибудь Грозный в этих самых тоже хотели иметь яблоки груши они выпишли для садоводов уже тогда могли привести эту обрезку на кольцо просто за последние 200-300 лет никто от нее не отказался потому что это а потому что на юге это понятно тогда концентрация была еще Белоруссия Украина так Молдавия уже в советское время а в северной ну как калечили обрезку уже стало в ходу особенно когда появились журналы популярные и давай униссор уже все что было униссор я получил сотни писем где слава были такие у родителей сад был ну а дальше сами догадывайтесь так вот получается что наступил момент когда я хлопнулся вот так обрезка на кольцо смертельное что было делать оставлять сухие ветки но я же не зря упомянул телевидение да вот у меня еще есть фотографии с плодами это ваше дерево так их найти надо а у меня видите как вот эта ветка пошла уже уже задним числом то есть уже после того когда штамп очистил вот а обратите внимание как я понемножку умел я смотрю я уже уже рука не поднимала сделать обрезку до конца ну вижу что смертельно вот тут такая ранка а тут отрежет будет два раза по площади больше ну не дурак ли я оно и так дерево посмотрите как изувечено кстати если бы я взял эту по металлу щетку я бы убил бы это дерево оно и так наладан дышит оно живое оно плодносит оно ветки дает но наладан дышит смотрите я уже я моросита не дал вон толщина какая должно быть в разу больше если бы я с него сотни веток не срезал а теперь смотри внимательно сзади все таки ветка вылезла но я уже помнил она должна быть сухая нет видите побег но к нему я себя отношусь уже с уважением к этому побегу я не буду с ней все равно брать все нечего брать вот оно кормит корни это часть дерева изувеченного из коричневого мною вот эти ветки отсыхали постепенно потому что я резал 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 посмотрите сколько веток чуть ли не любая напрюху годится смотрите а почему еще ну простая обрезка оставляет 4-5 почек вот смотрите 4-5 почек они все идут в рост потом каждую из 4-5 снова отрезал каждую геометрическая прогрессия чем мне учебный снимок а вам это не надо это дерево сейчас было бы здорово и вот эти ветки были бы живые но отрезать не стал целиком и дерево благодаря этому что не делал ран на конце дерево сохранил до сих пор оно не молодое тогда он приезжал ко мне 20 лет назад стыблин тогда я помнил даты потому что все-таки события главный редактор с Красноярска ко мне уже тогда слава-то пошла он бы не приехал просто так на обум к какому-то Иванову Петрову Сидорова просто другое дело что это не превратилось в всесоюзное это учение вот Христоса через 300 лет только начали признавать его 300 лет под поле сколько мне под поле сидеть с моей защитой он людей защищал я деревья защищаю заодно и людей чтобы не было отравленных фруктов вот пожалуйста это опять оно же это оно же только другой ракурс смотрите сюда видите вот пошли по лдре побеги ну все ладно с ним разобрались вот это дерево вот видите эти пупыршки так выглядит я нашел на единственной груши у меня больная она сейчас вот туалет соседский синего цвета она сейчас такое вот я наблюдатель я не стал уничтожать эту ветку я мог и целиком уничтожить вот но я знаю одно эти деревья я уже прекратил резать черенки прекратил калечить я стал наблюдать это грибная болезнь вот в этих пупыршках вот сидят споры грибов вот и они должны были уничтожить не то что ветку надо было все деревья уничтожить но я именно вот эти грибные болезни не боюсь совершенно помните мое кредо грибные болезни поражают только мертвую древесину и никогда не полезу туда где я живая и даже не зацепится зубов не хватит поэтому я спокойно наблюдал и уже говорят годы 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 идут а я наблюдаю ничего не меняется вот это та самая когда в яблоне она черного цвета ее еще прозвали черным раком вот здесь то она другого цвета но это то же самое и каждый черный рак это грибная болезнь а то что по Сибири уничтожены миллионы деревьев завезенные заразой вот это уже бактериальная болезнь тут уже этими мерами не поможешь вот а к этому я отношусь философски ну на здоровье на здоровье я дерево не калечил вот уже несколько лет и болезни развиваются все как застыло дальше кора не умирает не умирает древесина не умирает и эта рана не увеличивается вот она такая была я уже столько лет сижу вот так вот я рискую вначале думал рискую если моя концепция права хоть и миллиард будет этих спор высыпется с этих разных а тут же рядом идет ряд груш я вам сейчас покажу вот это грушевый питомник вот замечательная культура и сейчас скажу Сергей воспитал ее неправильно вот я ему говорю Сережа у тебя в мае кончаются саженцы а у тебя ипотека у тебя долги пожалуйста предлагай людям тебе шестой это как Папандопова говорил забирай все деньги я себе еще нарисую так вот побольше продавай вот такие за полцены продавай их это же весна ну не помрут они ну было пару случаев два на сотню ну можно тут же возвращать даже деньги обратно не просили люди оговорили да выручите следующее вот так вот продавай продавай если он меня слышит не беспорядок неудобно шире молодежь пошла ни в наглости ни в жадности я уж на что это считал себя ну я не сестился продавать 500 рубля продавал еще лет 6-7 назад а люди рады были ну а случай возврат это то же самое но уже в бутылке это как груша груши раньше всех под бутылками просыпаются они так тепло любят моментально осваивать этот способ вот это вот я фотографию сделал опять же груши но с какой целью я хочу вам показать вот эту вот ямку видите всегда когда кто-то начинает тут топтаться кто-то начинает подбрасывать снег якобы спасая корни якобы спасая штамп они делают черное дело вся работа в саду зимой помните за что мне не прислали я хвастался прислали книгу подарок как победителю конкурса мы весь победитель написали отменишнюю фразу крупной это крупной газете 7 дач называется припаду только в зиме не поставить и в дерево вообще ничего делать не надо а что я говорю вообще не топчите все устроены не думайте что если не ухаживать за деревом она течает или это значит что мы выращиваем лес нет столько дури придумали для нас с вами вот пример это тоже груши алюминиевый завод я подобрал наконец паре смотрите вот она цветет видите красиво да это завода управления здесь проходная здесь справа табло где было минус 43 минус 44 45 46 47 это когда я еще работал вот а вот это я называю тепловая подушка посмотрите снега ровно столько сколько его никто не подсыпал его никто не убирал никто ничего не делал вот он так и лег основание штамба и корни столько а одна улица здесь же минус 47 а здесь же снега нет а я удачно посадил мне завод платил а я подрабатывал вот получилось так а потом приходит весна ну болтунья или нет а здесь еще сюда перпендикулярно еще одна стена такая главное открыто с юга и с запада а с севера и с востока не так дай черт дай бог себе вот так вот и вот это вот уже не мое искусство хотя здесь тоже есть искусство ну-ка найдите штамбы дебильные а представляете штамбы тут не хватало штамбы а тут не хватало штамбы вот а они вся вся страна весь мир в этих штамбах они даже не знают что они даже не знают что штамбы наоборот не положены привитым деревом штамб не положен это почка с бокового дерева а это удыча это удыча и вот получается штамбов нет все нормально светет подносит вот ну здесь я хотел этот снимок посвящен корневой отводке многие говорят да у груш есть корневой отводке да есть есть только попробуйте откопать это часть корня а вот чтобы в метре в двух иметь такой материал ценный допустим если бы они в метре бы росло в двух откопал привил на второй третий год урожай скороплод все прекрасно но к сожалению груш это величайшая редкость сейчас подскажу к очень важной теме у меня время кончилось смотрите очень быстро значит здесь уничтожен дерн этот участок кусочек сделан в виде питомника и здесь единственное в моей жизни два случая в жизни появилась тля представляете миллионы листиков у меня везде и всю ну вы видели сколько груш листик то там не тысячи не это это много миллионы от линии от помини а здесь почему потому что сразу говорю здесь уничтожены муравьи вот и вся причина вот дерево прекрасно погоносит согласитесь смотрите два случая за всю жизнь я их не мог пропустить видите потом зарастает вот это вот все внимание питомника больше нет заросло грушки Сергей Валерьевич вот грушки видите и ни одной клинки все муравьи вернулись вот смотрим сюда вот этот прикупленный участок вот она видите вот они это второй последний случай когда он был был почему говорю был потому что спасибо Сергею Валерьевичу места не было у нас в стране земли нет и я посадил с его же помощью сад и между ряде пришлось полностью все уничтожить и вот когда дерна нет конечно и мышей нет но конечно и муравьев нет а тля есть это второй последний случай внимание это он же этот же участок он же вот так недружно взошла эти самые китайские слевы недружно достаточно скажем так вот а вот так выглядел яблоня почему подчеркиваю муравьев нет три полно еще не все это важный разговор вот таких ученых сейчас сразу обчелся у меня случайно все позвали сейчас зачем я этого нет я даже посадил опять груш 12 или ныне плодоносит велеса все на клумбы не буду больше к вам приставать так что сейчас зачем это письмо могу ли заказать абрикосы это к Сергею а вот а у меня молодые черешни отлип я Антон Ильич надо 10 минут вдруг последний в жизни передача вдруг так вы даже брови убережете а у меня молодые черешни отлип погибает заметьте отлип погибает она считает что отлип летом черешни сильно растут а как их не резать пусть сами по себе растут как скажете внимание смотрите я беру и мне Бог посылает вот эти вот раз кто-то из вас ребята прислал мне то ли Троценко то ли виноградов то ли кто-то не обижайтесь если не помню кто вот и вот значит человек а это фильм можете посмотреть наверное если вот эти слова наберете может лучше поможет лучше пояс человек загибалось дерево загибалось так когда он сделал общий пояс внимание будьте внимательны как я когда он сделал общий пояс так у него с этого момента больше ни одна это он рассказывает руками разводит эмоционально ни один муравей не залез на дерево тля как летовала так и летует то есть и вот он говорит это совершенно не я который ко мне отношения имеет который провел опыт которого замучили этот тля который на дерево смотреть жутко его мнение тля от муравьев не зависит он на этом остановился понимаете друзья он на этом остановился а я я посмотрел на его дерево изувеченное понимаете что тля здоровое дерево у меня на это один единственный раз на вишне по моему я на сану видела на вишне по моему вот для этой искалеченной у меня же тоже руки для чего резать калечить зарабатывать так вот он не связал он с муравьями правильно сказал от муравьев не зависит но он не понял что он дерево искалечил что это больная несчастная черешня которая для без всяких муравьев крыльями прилетит сядет и будет жрать потому что у листьев нет иммунитета у нее нет антител чтобы отравить эту же тлю вот это он не понял вот это важнейший момент и вот почему я прицепился мне опять это письмо сапало тютерка тютерка вот с этим фильмом который мне прислали как специально и вот она ко мне обращается что мне делать как скажете не зависит от муравьев понимаете черешни они сами по себе на большей части территории вот персик черешни это такие такие слабые фрукты фруктовые деревья на мороз само собой на неправильный уход на неправильную почву никак на историческую родину то засуха то заливают дожди они сами по себе могут болеть а больные вместе с с тлей тля сопровождает она это дерево это самое не садится она соседней сядет здоровый не тронет больной сядет они санитары их дело как то помните тот товарищ называл полицейским их дело перевести все это в гумус каждый занимается своим делом и тля занимается своим делом вот получается вот наверное все ну и я это я даже боюсь смотреть что там еще много интересного а вот здесь где был вот этот супер 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 как садовник а вот я хотел сказать это уже как анекдот я уже работаю над ним звонит Павел Троценко и говорит прочитайте вам супер садовник присылал письмо мне я еще слова про них не сказал представляете я еще собрался только по морде вот видите я только по морде собрался по морде они мне письмо присылают внимание держите за стулья ребята мне железо предлагают я могу это письмо показать но как-то не этично там же живые люди так мне предлагается размещать у них мои материалы с условием если я заключу с ними договор с отказом от этого не от автора что нет с отказом от ну не мое теперь это вот я забыл эту фразу и надо же так совпало не просто один из этих которых именно тот который я вот они не знают еще не было они мне присылают предложение сотрудничества вот так и вы знаете журнал да он благодаря мне станет более популярным я конечно отказался я говорю Павел там он у меня как бы сказать помостник по этой части по литературе нельзя я ляк от двух их я говорю Павел напиши пожалуйста вместо меня что я отказываюсь от сотрудничества людей привлечь сюда они будут вот это читать а вы представляете сколько мы с вами второй год общенеческие темы рассмотрели прямая связь между искореченной почвой нету травы нету муравьев тля летует ловчий пояс есть муравьев нет тля летует а связать напрямую вот они это вот их это самое дерево абрикосы ну представляете страшно читать даже вот и будет самостоятельно бороться с болезнями и лучше расти и все ветки которые мы называем плодовой надо отрезать это мы называем плодовой у них они лишние слабые а какая будет плодовая это 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 у них как бы называть это у них термины такие слабые ветки это это их уровень дури один когда-то написал и пошло с сайта на сайт тысячи сайтов вот так вот и я теперь оказывается я хочу отказаться не от артурства а от ну то есть теперь это не мое вот на эти кусочки договор видимо заплатят вот хрен вам эти три серебряного оставьте себе все ребята у нас два часа стекло чуть-чуть не успели но по обреку даже по грушам кое-что успел важное сказать давайте сейчас перевертик пятиминутный Антон Малевич если сейчас не начнет переставить позвоню ему может он не слышит семейный человек все успевает нет по-моему шевелится так он нам готовит вопрос-ответы общение продолжается а я вошел на кухню ненадолго минуты пять горло сухое